Я разработчик баз данных и ДБА, это моя основная работа. То есть, по сути дела, я являюсь пользователем PostgreSQL и других баз данных. То есть, на чем придется, на том и разрабатываем, в зависимости от требований бизнеса. То есть, я тут выступаю, в принципе, как пользователь PostgreSQL. Я не коммитер, не контрибьютор даже. То есть, просто человек, который пользуется базами данных для решения каких-то своих проблем и проблем моих работодателей. И сегодня я хочу рассказать про SQL Tabs. В двух словах, это такой клиент, это GUI-клиент для PostgreSQL, альтернативный, который я разработал для себя, потому что мне не хватало функциональности других клиентов почему-то. То есть, это обычный такой клиент, который позволяет присоединиться к базе данных, посмотреть, как она устроена. Разрешите мне сделать fullscreen. То есть, можно посмотреть список схем и так далее. Тут большой достаточно шрифт, чтобы было видно. Тем не менее, понятно, что можно посмотреть там какие-то схемы, посмотреть структуру таблиц и написать какие-то запросы. Select звездочка from demo. И получаем какие-то результаты. Что он еще умеет? Как бы, тут есть... Так, это история запросов. Опять же, большое разрешение. Разрешите мне найти. Он умеет задавать определенный мета-язык здесь в комментариях. То есть, допустим, когда мы запрашиваем данные, то есть, в самих данных иногда сложно ориентироваться. И для этого можно всегда, как бы, построить какой-то график по этим данным. То есть, прямо вот в онлайне мы выполняем запрос, пишем, в каком виде мы хотим отобразить результаты запроса при помощи комментариев в коде. И сходу получаем какие-то графики. То есть, я попытаюсь показать итоговый документ, который получается. Это, собственно, мы взяли результаты опросов, которые вы заполняли при регистрации. И просто из таблички сделали несколько запросов. То есть, где видно сходу вот так вот, кто с чем разбирается. Я просто отмечу, что этот документ сгенерирован полностью SQL. То есть, просто запрос и комментарий. То есть, там ничего больше нет. Кода ноль. Другого, то есть, никакого форматирования в духе XML и так далее, так далее. Я по SQL встраиваю, да? Ты тоже видел? Да, я когда-то, когда очень был большим фанатом Oracle, очень давно, я писал игры на PLSQL. То есть, это особая форма извращения такая. Да, для тех, кто очень любит базы данных и работать с данными, конечно, SQL и PLSQL – это интересно. Ну, это вкратце в двух словах, что такое SQL Tabs, да? Я работаю с базами данных с 2000 года примерно. Сначала был Oracle, там Fox Pro, MS SQL, Postgres, Cassandra. То есть, достаточно большой опыт успел наработать. И за это время примерно сложилось уже представление, какой инструментарий лично мне нужен для того, чтобы эффективно работать. То есть, и так получилось, что я пробовал инструменты разных вендоров, начиная, там, от каких-то Oracle, их тулов, там, TO, от PLSQL, SQL Developer, SQL Developer, потом какой-то инструментарий для Postgres. И все не то. Все для меня было не то. То есть, я активный пользователь, в принципе, командной строки. То есть, для меня никаких проблем не составляет работать с командной строкой. Я очень, ну, как любой DBA, так или иначе, приходится работать с командной строкой. Но все равно, когда вы работаете с данными и пишете запросы, когда вам нужно анализировать данные, так или иначе, с командной строкой работать неудобно. Как бы вы не настраивали VIM, все равно неудобно получается. Я нашел выход, так, достаточно давно, где-то, может, лет пять назад. Я активный пользователь VIM, настроил его таким образом, что он все это делать умел. Но примерно вот так это выглядело. То есть, я писал запросы прямо VIM, он мне отображал результаты, там, структуры таблиц. То есть, достаточно так, такая продвинутая штука была. Но дело в том, что единственная проблема была, я был счастлив в одиночестве. То есть, я не мог поделиться с этими коллегами. Я им говорил, посмотрите, какая прекрасная штука. Посмотрите, как это классно работает. Я тут пишу, тут все вижу, все быстро, классно получается. Но, естественно, VIM – это, как бы, не для всех. К этому нужно прийти. Там очень такая пологая, кривая обучения. Очень сложно начать. И, естественно, если человек просто не привык с этим работать, то, как бы, мигрировать на него очень сложно. А кривое выхождение из VIM – это вам? А кривое выхождение не существует. И так продолжалось достаточно долго. То есть, я вот с таким вот VIM работал, я не знаю, 3 или 4 года вполне успешно. При этом немножко бэкграунда я вот работал в Скайпе. Там очень большие инсталляции Postgres. И именно поэтому мне было удобно. Я очень быстро переключался между разными базами данных. То есть, там разные шарды, разные инстансы и так далее. То есть, когда у вас очень много баз данных, то инструменты в духе IPG-админ вам просто не помогут. Потому что вы замучаетесь переключаться между сотней баз данных. То есть, вы не сможете там… Причем, если они у вас появляются и исчезают, то есть, с такой же скоростью, я не знаю, как таблицы в некоторых приложениях, то это просто с этим очень сложно работать. Вот. И так продолжалось, в принципе, я с этим работал до прошлого года, когда два фактора совпали. Один – это появились определенные технологии, которые я хотел попробовать. А второй фактор был то, что я заболел. То есть, я где-то неделю провел дома, в кровати, просто болел. У меня появилось свободное время, и я за неделю решил запилить какой-то прототип, как это должно выглядеть. Вот. И поэтому… Ну, я посмотрел, что-то получилось. Писать вроде просто. Начал работать. И так, там где-то через один-два месяца такой домашней работы я выпустил первый релиз, потом я релизил достаточно часто первые полгода, а потом сейчас немножко это все дело заморозилось, вот. Но оно еще в работе. То есть, там есть определенные изменения, которые я собираюсь релизить. Просто поскольку это one-man project, и я работаю над этим исключительно в нерабочее время, то как бы релизы поддерживать пока тяжело. Вот. Кроме того, на начальном этапе, когда это только прототип, очень удобно работать одному. То есть, у вас есть идея, у вас есть концепция, у вас есть видение, как это должно выглядеть. Вы ни с кем не советуетесь, вы пишете код, релизите так часто, как вы хотите. Вы не пишете тестов, потому что вам они не нужны. Вы не пишете комментарии, документацию, ничего такого. То есть, вы просто, у вас есть концепция, вы ее реализуете, и получается продукт, который, в принципе, вас мотивирует на дальнейшую разработку. Но в какой-то момент наступает точка, когда вы уже не можете справляться, это, во всяком случае, у меня получается тяжело справляться с объемом работы, который должен быть сделан. То есть, допустим, если мы говорим о поддержке Postgres, то там, допустим, если взять хотя бы только поддерживаемые объекты, то есть количество поддерживаемых объектов, начиная от обычной таблицы, потом представления, материализованные представления, функции, кастом типы и так далее, то это все требует серьезной поддержки, и в этом нужно разбираться. Кроме того, нужно поддерживать, допустим, от версии к версии меняется словарь данных, тоже нужно как бы это учитывать. То есть там уже начинается такая скрупулезная работа, которую одному делать сложно. И поэтому тут вот как раз цитата на слайде хорошая. То есть сначала хорошо разрабатывать одному, но в какой-то момент нужно сообщество, которое как бы взяло бы часть работы на себя. Поэтому одна из целей презентации сегодняшней – это как раз привлечь такое сообщество. То есть привлечь людей, которые интересуются в принципе базами данных, которые работают с ними каждый день, и которые хотят иметь хороший инструмент в своем арсенале, и при этом способны как-то помочь с разработкой или с документацией. Я потом еще расскажу, какие способы вообще помощи лучше всего. Так, сейчас техническая часть, в которой я расскажу, собственно, о чем все это дело разрабатывалось и почему именно такой выбор. Для начала это те технологии, которые как раз мне хотелось попробовать, прежде чем я заболел. Это был NodeWebKit, так называемый, который впоследствии я заменил на электрон. Это два схожих продукта, которые по сути своей – это Node.js сервер вместе с хромиумом, с браузером хромиум, запакованные вместе, как бы, и к этому еще какой-то прикручен нативный API для интеграции в операционную систему, чтобы можно было делать какие-то нативные меню в докере или иконку в трее в Windows, допустим, и так далее. То есть это такой достаточно универсальный продукт, очень интересный, который позволяет вам Hello World написать размером в 100 мегабайт. Ну, это такой минус этого стека технологий. Но, с другой стороны, если рассудить, что это приложение для десктопа, то для десктопа как бы 100 мегабайт – это, в принципе, не размер по сегодняшним меркам. То есть, понятное дело, для мобильных приложений это было бы слишком. А для десктопа, с учетом того, что у среднего пользователя установлено около 10 приложений, в принципе, 10, ну, 20 приложений, то каждая по 100 мегабайт – это очень мало. То есть это как бы ограничение такое, такой минус, но небольшой. А в остальном это все JavaScript, который на сегодняшний момент, наверное, имеет самые лучшие утилиты для разработки фронт-энда. То есть, на мой взгляд, альтернатив для разработки фронт-энда сейчас не так много. И я думаю, что с JavaScript конкурировать в этой области сейчас очень сложно. То есть, конечно, я знаю, здесь много Java-разработчиков, судя по вопросу. Не знаю, будут ли они спорить, но вот возможно для бэкэнда Java получше будет, но вот для фронт-энда JavaScript очень хорош. Дальше выбор фреймворка был, да, то есть, понятно, на голом JavaScript далеко не уедешь. Это, опять же, это нужно писать очень много вручную, поэтому нужно было выбрать какой-то фреймворк. И на тот момент два популярных фреймворка были Angular и React. Выбор пал на React, потому что Angular слишком сильно напоминал мне технологию, с которой я работал когда-то, там, лет, не помню, 8 назад, по-моему, это был. А Flex от Adobe, это такой, типа, экшн-скрипт с MX-смэйлом, то есть, тоже для разработки фронт-энда, там тоже было двустороннее связывание. Так, в общем, мне показалось, что Angular очень сильно, очень много заимствовал из Flex, и поэтому, а я с ним намучился очень серьезно в свое время, и поэтому просто Angular мне не подошел. Поэтому я выбрал React, к тому же очень много было хвалебных статей по этому поводу, очень много, так, какого-то... Короче, модный фреймворк на самом деле просто. Вот. И еще один минус, кстати, JavaScript с текотехнологией, то, что там существует огромный, такой, огромный набор фреймворков, то есть, из них выбирать, вот, я не JavaScript девелопер, я до этого на JavaScript ни разу не писал вообще, то есть, я фронт-энды не писал в своей жизни. И выбрать что-то, вот, если вы не работали с этим, очень тяжело, то есть, это нужно разбираться, что использовать, там, Angular, React, там, там еще какие-то фреймворки. Потом, если вам нужна система для инсталляции зависимости, там есть тоже Gulp, Grund, там их очень много, да, то есть, и понять нюансы, чем лучше одно, чем другое, это очень сложно, да, то есть, поэтому я решил пойти по такому пути, что я просто не буду вещи усложнять, я просто не буду ничего лишнего брать, то есть, я не буду лишних фреймворков брать, поэтому взял просто NPM. Ну, конечно, там еще куча каких-то библиотек используется, там тот же jQuery используется и прочее. Вот, но вот за основу я взял просто React, как билд-систему NPM, точнее, систему инсталляции зависимостей, как в качестве редактора, текстового редактора я взял ACE, это тоже open-source продукт. Огромное спасибо всем разработчикам, которые в сообществе JavaScript разрабатывают такие вещи, это реально шикарно, когда можно взять целый компонент, как вот редактор, а редактор – это достаточно сложный компонент, текстовый редактор, это очень сложный компонент, и просто взять его и переиспользовать – это, ну, это шикарно, это сообщество в этом плане делает огромные успехи. Сейчас я расскажу про React. Я не знаю, про React кто-нибудь слышал? Все слышали, да? А работает кто-нибудь с React? Так, одна рука наполовину. В общем, грубо говоря, React на самом деле много статей пишут, что он очень хорош, очень быстрый, и почти-почти-почти все правда. То есть он на самом деле очень удобный, на нем легко писать, потому что, ну, там такая идеология заложена, что, по сути, вам нужно все время имплементировать только один метод – рендер, да? То есть у вас каждый компонент, допустим, не знаю, кнопка, допустим, она имеет какое-то состояние, и все, что вам нужно – это реализовать метод рендер, который будет в зависимости от состояния рендерить эту кнопку. То есть она будет там с таким лейблом или с другим, все. То есть у вас поменялось состояние, как бы рендер пошел по другой ветке кода. Все, то есть в этом плане React очень удобен, потому что не нужно очень много думать там про зависимости между компонентами и прочее. То есть вы все время имплементируете React, просто рендерите разные состояния одного и того же объекта. Также очень много пишут, что React быстрый. Он на самом деле быстрый, если вам нужно, если у вас есть страница, на ней какое-то количество элементов, и какие-то из них периодически меняются. Тогда он на самом деле быстрый, потому что он не рендерит всю страницу, а он понимает, какая часть изменилась, и рендерит только ее. Но, допустим, в моем инструменте вы посылаете запрос в базу данных, вам возвращается датасет. Что такое датасет? Датасет – это массив, массив массивов, по сути дела. То есть у вас возвращается, допустим, тысяча строк, в каждой строке 10 колонок. То есть это огромное количество значений, и вы начинаете рендерить таблицу. Таблица – это два тега – TR и TD. И вы создаете огромное количество JavaScript объектов, если вы используете React. Такой вот пример. Вот два способа. Один способ. Первый способ – это как выглядит создание одного значения через React. И потом второй способ – это то, как получилось, чтобы это работало быстро. По сути, мне пришлось в этом месте отказаться от React, потому что для каждой ячейки, а их получается огромное количество, нужно создавать JavaScript объект, который React должен каким-то образом трекать и так далее. И это сжало просто и ресурсы, и время. И самое оптимальное, что я нашел, это просто делать конкатенацию строк. То есть такое простое решение, хотя долго мучился, пробовал разные циклы, какой цикл оптимальный и так далее. Все оказалось проще – просто генерить строчку. Вот это самый эффективный способ оказался. Все строчки же на экране не видны все равно. Может, только по теме, которые могли бы вам пошли? Ну, как бы сейчас это реализовано так, что он как бы рендерит сверху вниз. То есть он рендерит первую какую-то, по-моему, 500 записей, а потом по мере скроллинга он дорендеривает, дополняет. Но все равно, если это делать с React, даже первые 500 – это медленно. Мне не хотелось медленный инструмент, мне хотелось очень быстрый. Такой, чтобы я выполнил запрос, и он мгновенно мне показал данные. А в этом плане все-таки JavaScript еще там… Ну, это такой стек технологии, он не предназначен для таких эффективных вещей. Естественно, там на C++ было бы быстрее. Но тут, по сути, браузер. То есть у вас есть браузер, и вам нужно нагенерить огромное количество объектов. Это не может быть быстро. Там надо искать обходные пути, по сути дела, всегда. Так, это что касалось React. В остальном это отличный фреймворк. То есть если кто-то выбирает, то могу порекомендовать совершенно точно. Мне очень понравилось с React работать. Дальше есть такой дизайн-паттерн, называется Flux. Его как раз тоже изобрели в Facebook. Те же ребята, я так понимаю, которые изобрели и React. И они в связке очень хорошо работают. То есть Flux сам по себе – это просто как бы такой однонаправленный поток обработки сообщений в приложении. То есть это может быть любое приложение. Ну вот во фронтенде оно работает так, что у вас компоненты, они между собой никак не общаются напрямую. То есть вы не можете там связать, как, допустим, какой-то edit box и кнопку. То есть они между собой не должны общаться напрямую. Потому что как только у вас появляется много-много компонент на странице, и они все начинают каким-то образом друг другу общаться, вы просто потом теряетесь, как это сообщение происходит, и управлять этим очень сложно. Поэтому мы придумали такой вот дизайн-паттерн, когда каждый компонент, он делает две вещи. Если он хочет послать сообщения во внешний мир, он просто вызывает какой-то экшен. А если он хочет получить какие-то сообщения, он подписывается на события. То есть из Store. Store – это ничто большее, как просто состояние приложения на текущий момент. То есть это просто набор свойств. Допустим, в моем приложении это какой активный таб, сколько всего табов, ну вот такие вот вещи. Какой шрифт, размер шрифта, какая тема сейчас выбрана. То есть просто набор состояний. И этот набор состояний, он умеет какие-то события посылать, типа изменился текущий таб, то есть номер текущего таба. И все, кто заинтересован, все компоненты, которые заинтересованы в этом событии, они получают от него сообщение. И когда они получают это сообщение, они просто делают, изменяют внутреннее свойство и делают ререндеринг самих себя. Вот и все. Поэтому получается вот так. Когда компонент посылает сообщение, он вызывает экшен, экшен в свою очередь вызывает диспетчера, а диспетчер это такой центральный компонент, который уже знает, как обрабатывать каждый экшен. То есть что куда надо послать, какие сообщения, что надо в сторе изменить и так далее. Я вот просто на примере покажу, как это работает. Допустим, когда вы в меню выбираете выполнить запрос, какая цепочка событий за этим следует. То есть вы в меню выбираете выполнить запрос. Компонент меню не знает, какой сейчас запрос в редакторе. Что он делает? Меню говорит экшен, выполнить запрос. Экшен говорит, я тоже не знаю. То есть надо выполнить какой-то запрос, посылает это в диспетчер. Диспетчер говорит, окей, текущий смотрит в стор, говорит, текущий таб такой-то, нужно туда бы послать в этот таб сообщение, что нужно выполнить запрос. И в этом табе есть редактор, который подписан на это сообщение, и он получает это сообщение, что нужно выполнить запрос. Он смотрит, какой, а редактор знает, какой код внутри него набран. Он и там, что выделено, то есть там же можно, допустим, выделить только кусок кода и выполнить его. Редактор знает, поэтому он берет текущий запрос и вызывает другой экшен, то есть что надо его послать на выполнение. А экшен опять же вызывает диспетчера, говорит, надо вот этот запрос, уже конкретный запрос, говорит, надо послать его на выполнение. Диспетчер говорит, окей, надо послать на выполнение запрос, значит нужно, то есть он посылает в store, что этот таб сейчас выполняет какой-то запрос, посылается событие, опять же, что выполняется в таком-то табе запрос, и уже область, в котором область вывода результатов подписана на событие, оно получает это событие и начинает крутиться таймер, грубо говоря. И одновременно диспетчер еще говорит экзекьютору, это, собственно, компонент, который отвечает за посылку запроса в базу, тоже получает этот запрос и отсылает его в базу. Также экзекьютор получает из экшена так называемый callback, который говорит, что когда запрос закончится выполняться, запусти меня, пожалуйста. Дальше происходит следующее, то есть приходит запрос из базы данных, экзекьютор получает его, говорит, окей, я его получил, опять вызывается этот callback action, опять все идет с диспетчера, диспетчер говорит в store, что вот для такого-то таба получен результат, сохраняет этот результат там, и посылается событие в output, и output начинает рендерить результат запроса. То есть вот такой как бы механизм, и если вы заметили, да, то есть нигде не происходит никаких пересечений таких, то есть у вас постоянный поток событий, он все время как бы по такому кругу идет, и это по сути облегчает разработку, потому что интерфейс достаточно сложно организовать, потому что когда много компонентов, и они зависимые, то начинается вот эта подписка на друг друга, и это очень тяжело потом обрабатывать. Так, я не помню, что у меня следующее. А, да, а следующее это проэкзекьютор, да, то есть компонент, который выполняет сами запросы. По сути дела это такой интерфейс просто, да, то есть вот если из Java взять, то это интерфейс, который декларирует, что нужно реализовать какие-то методы. А уже реализация интерфейса, она находится в коннекторе. И это сделано, изначально так не было в первых версиях, пока я не начал работать с Кассандрой. Я недавно начал работать не только с Postgres, но еще и с Кассандрой. И мне, опять же, там не хватало инструмента, и я просто сделал еще один коннектор, и теперь как бы могу коннектиться и к Кассандре, и к Postgres из одного и того же инструмента. То есть коннектор, по сути дела, реализует уже саму логику общения с базой данных. То есть у него какие-то есть методы, и этих методов не так много. То есть я на следующем слайде покажу. А так, в принципе, можно реализовать для абсолютно любой базы, для MySQL, для любой базы, для которой найдется адекватный драйвер для Node.js, можно реализовать коннектор. Сам выбор коннектора происходит вот таким нехитрым способом. Просто смотрится, какой connect string, если там протокол Кассандра, то там вызывается коннектор Кассандра, по умолчанию Postgres идет. Вот, соответственно, в этот гениальный if можно добавить еще несколько коннекторов. Сам по себе коннектор, это, опять же, ничего сложного. Это обычный класс или модуль, который должен, ну, грубо говоря, объект, который реализует вот эти шесть методов. То есть протестировать соединение, послать запрос на выполнение, послать блоки запросов, то есть там у вас скрипт может биться на блоки, то есть можно послать несколько блоков запросов, отменить запрос, получить информацию об объекте и вернуть список слов автодополнения. То есть вот как только у вас есть объект, который реализует, на самом деле достаточно вообще только одного там run query, и у вас уже что-то будет работать. То есть реализовать один метод, и вы уже можете иметь свой коннектор к любой другой базе. Там единственный момент, что нужно, чтобы результаты запроса вернулись в формате JSON, там в определенной структуре, которую бы потом рендерер смог правильно отобразить. Вот ничего сложного на самом деле. Главный сайт – это sql.tabs.com. Там есть какая-то документация по проекту, в основном для пользователей. Лучше всего присылать какие-то реквесты, баг-репорты и так далее через issue на GitHub. Лицензия там идет, насколько я помню, GPL. В Slack есть PostgreSQL Steam, и там есть отдельный канал для SQLTabs. Он, в принципе, абсолютно молчаливый, потому что пользователей не так много. Но если есть какие-то конкретные вопросы, хочется именно интерактивного общения, то, наверное, лучше всего через Slack писать. Ну или можно всегда мне на e-mail написать. Саша, собака, шарцаё. Какие чувства и эмоции у тебя вызывают факт того, что самая последняя версия PGAdmin, а четвертая, она теперь тоже на хатамологии, воскрите? У меня PGAdmin эмоций не вызывает. Понимаете, это немножко другой класс продукта. То есть у меня инструмент, который для тех, кому нужно писать SQL, кто работает с базой данных, кто пишет SQL. То есть PGAdmin – это инструмент для тех, кто не хочет писать SQL. То есть это для тех, скорее, кто хочет его накликать. Понимаете, если вы работаете в компании, в которой много баз данных, там обычно существует какой-то релиз-процесс, как бы таким инструментарием диплои не делаются. То есть в любом случае придется писать диплой скрипты какие-то и так далее. Как бы для DBA, опять же, это такой инструмент, наверное, когда у вас один инстанс, тогда да, тогда можно использовать. Когда у вас начинающий разработчик, наверное, тоже удобно, он там что-то помогает. А в целом это просто другой класс продукта. Вот и все. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо.